Так, знаете что, я куплю себе вот здесь водички. Законцов, что я кому сделал? Устал я, надо водички купить. Здравствуйте, а водички можно у вас купить? У них вообще никакой воды нет. Представьте себе, а. Вообще это нормально. Могли киоск с мороженым, а воды нет. Я как же понимаю, что это был бы союз печать. Да и то я считаю, что вода должна продаваться везде. Что жалко воду продать. Вот это мое детство. Так, переходим внимательно, потому что на святых ишкаролинских улицах тебя как раз-два собьет машина. Что, кстати, я видел, меня на советской женщине сбили прям. У меня на глазах улица узенькая, я не знаю там, блин, как там вообще можно умудриться. Ну сбили, ну не насмерть. Так, подсбили, но все равно. И на машине здесь, друзья мои, по ишкароле ездить мне сложнее, чем по Москве. Все маленькое. И пешеходы тут идут по каким-то другим правилам. Потому что в Москве все долгое время, если загорелась стрелка, то пешеходы стоят здесь. Если загорелась стрелка, пешеходы идут. То есть вот с этим я столкнулся, когда сюда первый раз приехал на машине. А в 15-м году на Сан-Йонге мы приехали с подругой. И я вот с этим столкнулся, что тяжело здесь ездить. Потому что, ну в Москве сейчас тоже стало тяжело, потому что в Москве сейчас все настолько до маразма разлиновали. Просто вот я иду сейчас по Березовой аллее. Вот. Ну поэтому в центре Москвы сейчас тоже ездить. Говорю, что там все настолько разлиновано, что не попадешь. Все же слишком. Как сказал в том анекдоте, когда собака лизала яйца. Но это уже слишком, друзья. Продолжение следует.